Всем привет, я Олеся Грузинская, и сегодня у нас обзор коллекции Нобели от итальянского бренда Аква Депарма. В сегодняшнем ролике у меня для вас рецепт из пяти идеальных ингредиентов, которые очень быстро избавят вас от зимней хандры. Мне кажется, вот это прям главный аромат весны. Вообще говорят, что этот аромат посвящен счастливой женщине. Это я, это про меня. Я вам знаете, что хочу сказать? Зима, она как бы уже практически ушла, но февраль самый тяжелый морально месяц. Не знаю, как для вас, для меня это точно, потому что вроде за окном морозы, но вдруг стоит выглянуть солнышку. Или на один градус потеплеть, как мне уже хочется, просто без шарфа, с пальто на распашку, бежать на прогулку, потому что я очень соскучилась по прогулкам по городу, по весне, по солнышку, по яркому настроению. Поэтому мне кажется, что сейчас самое время как раз помогать себе, в том числе ароматами. Например, такими, как коллекция Нобеля от итальянского бренда Аквадипарма. Аквадипарма, собственно, переводится как «воды Пармы». А Парма – это итальянский городок, где зародился этот бренд в 1916 году. В то время были популярны тяжелые английские, французские духи, а тут этот бренд предложил что-то новенькое – колония, легкие и свежие ароматы. Новый тренд очень быстро понравился аудитории, его через буквально 15 лет в 30-х годах уже называли классикой и итальянским стилем. Но в 90-х для бренда наступили темные времена. У компании наступил упадок, но, к счастью, нашлись влиятельные люди, которые, видимо, рублем и делом помогли компании, чтобы она не пропала с лица земли. Поэтому в 2001 году они расширили свою линейку. Еще помимо парфюмерии стали выпускать спа-товары, полотенца, сумки и товары для путешественников. Сейчас Аквадипарма позиционируется как нишевый бренд, как роскошь Италии и по заверениям. Создатели до сих пор используются большое количество натуральных ингредиентов, даже ручная дистилляция. Сегодня мы с вами познакомимся с ароматами коллекции «Нобель». Они, ну, фактически не выделены в какую-то существующую линейку, хотя мне кажется, что позже это сделают. Но на сегодняшний день в этой коллекции есть пять ароматов, каждый из которых посвящен определенному цветку, но, что важно понимать, что это не салифлоры. Как бы в центре композиции один конкретный цветок, он же в названии аромата, но композиция гораздо более сложная и многогранная. Начнем с благородной магнолии, которую в 2009 году создал парфюмер Антони Мизанью. И вот его берешь, и уже сразу хочется улыбаться, потому что желтая солнечная жидкость, и вообще говорят, что этот аромат посвящен счастливой женщине. Это я, это про меня. Я думаю, что вы уже поняли, что центральным актером в данном представлении будет магнолия. Но хочу, кстати, напомнить, что магнолия бывает разная. Бывает кустовая, такая мелкая, разных цветов, и бордовая, и желтая, и белая. Вот ее аромат, ну, такой еле-еле уловимый. А есть крупноцветковая, так называемая грандифлора, которая растет на крупных деревьях, и вообще ее цветки достигают 25 сантиметров в длину, там, в ширину, в диаметре. В общем, огромные цветы, и когда начинают свистеть магнолиевые деревья в городе, я думаю, если вы когда-нибудь проходили их, вы понимаете, что их сложно не заметить ни внешне, ни по запаху. Они заполняют собой все пространство. И, кстати, в большом количестве их аромат, ну, ядовитый, можно так сказать, поэтому не рекомендуется располагать грандифлору, если вдруг вы решили вырастить дерево в спальне. В спальне, вот не надо, передумайте. Вот, собственно, вторая ядовитая, но прекрасная грандифлора здесь в этом аромате представлена, и мне безумно нравится. Сразу вот солнце вместо лампы, как будто бы мне сейчас начинает светить в глаза. Это невероятно красивый цветок. Сначала старт был цитрусовый, потом проявляется вот эта прекрасная магнолия. Для меня она какая-то здесь такая прям медовая, но при этом очень нежная. И на контрасте здесь очень темная база. Витивер, почули и древесные ноты. Еще в пирамиде заявлены роза, тубероза и жасмин, но я их чувствую гораздо меньше. Все-таки магнолия действительно здесь основная, как и написано на этикетке. Я думаю, неспроста. Но я, если честно, даже особо не хочу разбираться, какие там цветы есть, на какой они подложке. Я просто хочу вам сказать, что аромат прекрасен. И это настолько нежная, утонченная, при этом яркая и сногсшибательная женственность, что мне кажется, вот это прям главный аромат весны. Еще один благородный цветок в сегодняшней подборке – это жасмин, он же Нобель Джель Самина, который в 2011 году создали Франсуа Димаши и Мишель Альмирак. Я думаю, что уже после этих двух имен вы понимаете, что это не может быть просто какой-то там проходной или не очень качественный продукт. К сожалению великому, этот аромат уже снят с производства, но его еще можно найти в продаже. И у меня сегодня туалетная вода, поэтому у нее другой флакон, но парфюмированную воду в таких же круглых флаконах, как и остальная подборка, тоже можно еще найти на просторах интернета. Я очень рада, что сегодня я решила вам показать именно эту подборку, потому что вспоминая, что за окном, я так счастлива, что у меня на блотере совсем не то, что у нас за окном. Снова солнце, весна, цветы, тепло, при этом не жар, понимаете, летний аромат, ну то есть передающий атмосферу лета, это может быть что-то такое жаркое, пустыня, а здесь именно свежесть. Свежесть белых цветов, которые весной распускаются и по вечерам еще может быть прохладно, но при этом днем так прекрасно греться на солнышке рядом с запахом этого прекрасного жасминового куста. В пирамиде указаны мандарин, розовый перец, жасмин, туберозов, ледоранж, еще белый мускус и кедр. На деле я чувствую белые цветы, цитрусы и мускус, и казалось бы, банальное сочетание, но самое важное в таких ароматах, чтобы они были качественно собраны и звучали благородно, дорого, если хотите, в общем, так, чтобы это было уместно. И вот этот аромат прекрасно собран. У меня чисто женская логика, поэтому аромат, который был первым в коллекции Нобель, я почему-то представляю сегодня третьим, но да ладно, пусть будет так. В общем, это ирис, который в 2006 году создали именитые родители Франсис Кюрджан и Франсуа Корон. И снова, если кто-то внимательно и заметил, что у меня такой же флакон, как предыдущий, это туалетная вода, потому что его тоже сняли с производства. Вообще, он заявлен как цветочно-древесно-мускусный, и, ну, казалось бы, по описанию можно его отнести к тем же самым собратьям, которых мы уже изучили, просто вместо жасмина у нас теперь ирис, но на самом деле я бы его отнесла к цветочным шипрам, потому что, в отличие от предыдущих, совсем легких и незаметных, этот имеет свой характер. Если вы привыкли к интерпретации ириса как чего-то косметического, кремового, такого уходового, то этот ирис вас удивит, потому что это скорее про пыльцу того самого фиолетового цветка. Стартуют яркими цитрусами с горьковатой зеленой шипровостью, а потом переходят к нежному, сладкому, очень пыльцово-мимозно-туберозному ирису в сердце, а завершается древесно-амбровой базой. За пыльцу здесь в ответе мимоза, тубероза и иланг. Удивительно, что этот аромат кто-то на фрагрантике описывает как мрачный, я не знаю, видимо, ребята давно не чувствовали чего-то мрачного, потому что для меня он, вот говорю, не настолько банальный, не настолько легкий, как предыдущие, например, ароматы, над ним все-таки чуть нужно задуматься, но все еще очень солнечно и ярко. Ну и, конечно, какой парфюмерный дом может обойтись без аромата, который посвящен розе? Правильно, никакой. И Аквадепарма не исключение, коллекция Нобель тоже, поэтому благородная роза вот она, перед вами. И мне, конечно, всегда интересно изучать маркетинговые легенды. В пресс-релизе сказано, что это не просто роза, а не обычная столепестковая роза, которая растет на органической плантации в Пьемонте, недалеко от города Альба. Ее обязательно собирают на рассвете, пока на ней еще свежа роса, потому что именно в это время она наиболее ярко излучает аромат, и собирать ее можно всего лишь 40 дней в году. Ну, то есть, как бы бегите, а то не успеете, вдруг в следующем году ее не смогут собрать, например. Я, конечно, как человек, который получал образование по связям с общественностью, знаю, откуда берутся все эти легенды, но, согласитесь, приятно. Приятно. Приятно ощущать на себе. Это ведь не только для того, чтобы вы купили, а для того, чтобы вы, когда наносили на себя этот аромат, представляли. Те самые розы, которые какой-нибудь мускулистый, красивый, по пояс раздетый итальянец собирает по утрам. Конкретно для вас лично просто. Не знаю, конечно, где эти розы были собраны, мои на даче пахнут так же, но они прекрасны, спору нет. Я хочу сказать только, что если вот эта роза, то четко ощущается, что это нежно-розовая роза, и да, с капельками росы пока она свежая. Ее оттеняет белый мускус и пион с небольшой перчинкой, а в базе появляются мягкие древесные ноты. Она как бы вроде понятная? Ну, вот роза и роза. А с другой стороны, а почему и нет? Если вам нравится роза, вы хотите какую-то свежую, утреннюю, такую влажную розу, мне кажется, вот, ну, прям суперотличный вариант. Ну и завершим сегодняшнюю коллекцию ароматом пиона. Мне кажется, это прекрасно, но всегда спорно, потому что я знаю, что большинство людей, которым в целом нравится цветок пиона, а я в их числе, всегда заняты тем, чтобы найти свой идеальный пион. Дело в том, что органически получить ноту пиона невозможно, она всегда синтетическая, то есть остается фантазией парфюмера. И, ну, и в целом, вообще-то даже настоящие пионы, они все пахнут по-разному. Бывают сладкие, бывают с горчинкой, бывают нежные, бывают яркие. В парфюмерии многие отдают лактонностью, поэтому нота пиона прекрасна и опасна. Я, на самом деле, фанат нежно-розовых пионов, ну, или белых, поэтому, наверное, я не фанат этого аромата, потому что здесь пион бордовый, причем он такой, разбавленный еще геранью, малиной, почули, получился горьковатым. Он получился такой терпкий, тягучий, здесь еще явно чувствуется перец, поэтому, наверное, из сегодняшней подборки он самый нецветочный из цветочных, скажем так. Потому что здесь это было все такое пролетящую женственность в шелковом платьице, а здесь слегка, может быть, женщина уже и роковая. Почему нет? Весну любят все женщины. Поэтому мне кажется он интересным, но вот как раз нужно обязательно иметь в виду, что если вы увидели слово пион и, как я представили, белый пион, то это не про него. Ну что, на сегодня это была вся подборка, вся коллекция Нобель от парфюмерного дома Аква Ди Парма, прекрасного итальянского. Сейчас всплакну немножко. Бренда очень хочется в Италию, очень хочется весны, поэтому я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее настроение съемки. А давайте, когда станем самое красивое платье, наденем его и хотя бы перед зеркалом постоим, посмотрим, желательно вот чем-нибудь таким создадим себе атмосферу. А сейчас минутка статистики, уважаемые наши любимые зрители, подписчики или не подписчики канала. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на эту табличку внизу, это количество людей, которые смотрят наш канал и не подписываются на нас. Ролики смотрят, на канал не подписываются, логика не ясна. Поймите, пожалуйста, что ваши комментарии, лайки и подписка это ваш отзыв для нас. Это показатель того, как мы хорошо выполняем свою работу и как вам нравится то, что мы делаем. Поэтому я вас очень прошу, если вы до сих пор не подписаны на наш канал, но вам нравится то, что мы делаем, и вам интересно смотреть наши сюжеты, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ну и по традиции ссылки на эти чудесные, солнечные, яркие, весенние, такие кайфовые ароматы обязательно будут в описании под этим видео. Вы можете по ней перейти, купить все, потому что весны очень хочется, ну или хотя бы прочитать отзывы и узнать цену на сайте духи.рф. Там же в описании есть ссылка на инстаграм сайта духи.рф и на мой личный инстаграм тоже. Давайте в комментариях продолжим тему весны, солнца и хорошего настроения. Пишите в комментариях, какими ароматами повышаете себе настроение вы, какие у вас ассоциируются с весной. Не забывайте про комментарии, лайк, подписка на канал. Я точно хочу забрать все, но почему-то вот первый, наверное, потому что он был первый, запомнился мне больше всего, и я с ним удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok